Допустил ошибку и вот за нее поплатился сразу же. На мой взгляд, его как мясо просто купили и кинули под бойца, который гораздо выше его класса. Вызванивают всем бойцам топ-дога, каждому поголовно звонит хардкор. Театр настоящего насилия с тремя титульными боями и не только. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, на экране перед вами Даня Рогбист. И в этом видео мы услышим позицию топ-дога. Как так получилось, что их главный претендент на перстень пошел драться за чемпионский пояс хардкора? Обсудим, существует ли глобальная проблема оттока ведущих бойцов и услышим, с каким событием лига вернется 5 февраля. Будет интересно. Всем приятного просмотра. Вот в самом начале декабря ты был у нас на интервью и речь шла о некоем таком кризисе организации, о том, что топ-дог будто бы теряет свои главные кадры. Тогда складывалось ощущение какое-то системное и проблемное. Ну и вот буквально через пару недель после этого вы официально объявили об уходе Сивова. Миша Сивый в сентябре выходил на битву взглядов с Валерой. В декабре уже дрался он за пояс хардкора. Миша говорил мне в интервью недавно, что вы разошлись бесконфликта. Но интересно, как это выглядело с позиции организации? Ну, я согласен с ним, что мы разошлись бесконфликтно. И в первую очередь мне хочется сказать, что мы вообще благодарны бойцам такого плана, как Миша с Сивой. Я говорю о уличных пацанах, которые в самом начале, когда зарождались голые кулаки, ну, по факту на них все и начиналось, на самом деле, когда все профики, ну, я думаю, ты в курсе, относились к этому со скепсисом. И благодаря вот таким вот парням мы смогли стартовать и привлечь внимание аудитории, зрителя и сделать голые кулаки видом спорта, которым он вот с 1 января официально у нас и является. Конфликта никакого не было с Сивой, как объясняет это все, что у него был простой год. Но, говоря об этом простой, надо заметить, что он дрался с бойцами все того же первого эшелона, а не профессионалами. А сейчас Топдок уже захлестнула эра новых бойцов. Это когда приходят у нас профики. И мы не видим смысла организовывать неконкурентные поединки. То есть ставить его с Владом Тойновым или тем же Денисом Погодиным. Поэтому мы ждали, когда Валера после поражения оправится, сделает снова соответствующий рекорд. И мне кажется, это был подходящий по его уровню и медиабоец, которого стоило подождать. И за этот год, чтобы он так не простаивал, он был первым бойцом, которому мы разрешили подраться в другой организации. Также для него был доступен зал 24 на 7. И по нашей вине никак этот бой никогда не отменялся. На турнире в Казахстане они драться были не должны, потому что Валера тогда не был готов. Перед турниром, который прошел у нас в декабре, где они, собственно, и должны были драться 17-го числа, там заболел сам Миша силой. И мы готовы были перенести этот бой на февраль, но Миша выбрал другой вектор развития событий и сказал, что он пойдет в хардкор. Я в целом уже не видел, на самом деле, что... Но он также планировал у нас в 70 килограмм, как он и слышал, сейчас там планирует выступать. Там еще было можно что-то, наверное, подумать. Но правильно это было решение или нет, я думаю, покажет только время. Сейчас, ну, я не согласен с той точкой зрения, как бы вот, если говорить про деньги, то гонорары, которые обещают, постоянно вызванивают всем бойцам топ-дога, каждому поголовно звонит хардкор, там не соблюдается никакая профессиональная этика, применяются всевозможные грязные приемы, вплоть до того, что говорится одна цифра, а на подписании контрактов там уже идет другая. И я это легко, как бы, понимаю и вижу тем, что тут была удобная возможность купить бойца, выставить его топом, который для каждого зрителя, все уже видят, какие сейчас приходят у нас бойцы, и что Миша не самый сильный боец, у нас сейчас весовой 77, и вот так вот, как мясо, его использовать. Посмотрим, как Миша, как бы, будет действовать там дальше. Я ему желаю только хорошего, никаких конфликтов у меня с ним нет. Это его выбор. Пожалуйста. Ты сейчас говорил как раз про то, что вы готовили, так скажем, под Мишу силого соперника, ну, такого равнозначного, при этом ты оговорился, что уже Миша не топ, ну, по меркам сегодняшнего времени. Но не задеваешь ли ты этими словами Валеру сейчас Заботина, что, как бы, он, собственно, на уровне... Валера Заботина достойно, когда сложилась такая ситуация, он из нее достойно вышел, потому что он согласился на единственного на этот момент соперника, которого мы ему можем предложить, это тот самый Денис Погодин. И как раз-таки там он сможет продемонстрировать. Я Валеру уважаю, очень люблю. Это боец самого первого турнира, и я бы хотел, чтобы он выступал у нас так долго, как только это возможно. И еще неизвестно, кто будет победителем из-за этого боя. Это Валера и Погодин, это уже бой, который точно состоится. Да, не знаю, когда выйдет видео, мы еще анонс этот, к сожалению, не выложили. Еще официально зрители не могли быть в этом уверенными, но, возможно, из твоего канала, первоисточника, это люди узнают. Вот одна фраза из интервью Миши меня так немножко, ну, не знаю, покоробила в том смысле, что она показалась очень такой сильной. Не знаю, как ты к ней отнесся, вот интересно. Помогли люди, да, которые объяснили мне вообще, что я здесь делаю, что мне нужно зарабатывать бабки, двигаться вперед, что мне нечего, нечего, ну, что если бы я проигрывал, что меня так бы слили бы, как и всех остальных, какая идея, о чем речь. Потому что я видел, как пацаны проигрывают, и их спокойно просто сливают, дают бои, и я понимаю, что так было бы и со мной, но, слава богу, что у меня все получалось, и со мной такого не случилось, и я сам мог за себя решать и делать свой выбор уже. Ну, просто интересно узнать, каких пацанов сливали. Типа, сливали пацанов, которые проигрывают, ну, это как бы профессия, боец – это профессия, и мне кажется, закономерно, если ты три раза подряд проигрываешь, тут нет вопроса слива какого-то. Мы всегда давали бои тем бойцам, которые хотели, если они соответствовали уровню организации. Когда боец три раза подряд проигрывает, редко были случаи, когда они хотели еще вернуться. Там бойцы все сами понимали, не было такого, чтобы мы кому-то отказывали. Ну, вот, знаешь, сейчас есть небольшое такое ощущение после вот этого года, что, ну, на фоне ухода там Сивого, Золотого, Гаджи, понятно, что там разные абсолютно случаи, но, тем не менее, вот сложилось ощущение, что, знаешь, сейчас, если брать топовых бойцов, то в топ-доге они сейчас набирают как бы лояльную аудиторию, они обрастают репутации, вот как, например, Миша Сивый, оброс репутации человека, который там главный претендент на перстень. Их уже просто за большие деньги подписывает к себе хардкор. В случае с Гаджи не получилось, но они тоже пытались. Вот нет ощущения, что, знаешь, Лига местами превращается в такой своеобразный трамплин. Ну, а кого ты перечисляешь? Золотого и Сивого в качестве примера? Ну, в том числе еще Гаджи. Ну, Гаджи же у нас не в хардкоре. С Гаджи какая ситуация? Зрители сами могли наблюдать какой-то период времени, когда он активно давал интервью, и там, в принципе, людям стало все понятно, по-моему, и без наших комментариев и слов. С Золотым уже вроде бы все всем тоже ясно. Он пришел еще до этого, сказал, мы с ним вместе взвестили, как у него обстоят дела в организации, и решили, что на этом этапе ему действительно было бы неплохо попробовать себя в другой организации, потому что, как сказать, репутационно он провисал, что у него было много хейтеров. Сейчас он ушел в хардкор. Можно как раз-таки не на примере Сивова смотреть, как себя показывают топы другой организации, а на примере Золотого. И мне кажется, для него это только плюс. Посмотрим, что с ним будет дальше. А Миша Сивый трамплин, ну, куда привел его этот трамплин? Его, ну, я лично посмотрел этот бой, и, ну, немножко, как сказать, ну, было обидно смотреть на то, что он так вот, как сказать, не разобрался в ситуации, и, на мой взгляд, его как мясо просто купили и кинули под бойца, который гораздо выше его класса. Нет, ну, если с точки зрения бойца же смотреть, видишь, тебе предлагают бой за пояс в организации, которая, хочешь не хочешь, но известна. Так он и здесь же должен был драться за пояс. Ну, я имею в виду, что при условии, что он перешел, да, вы же не договорились там, я так понял, был вопрос в том, что турнир был 17 декабря, Сивый хотел драться там чуть ли не на 10 дней попозже, в итоге не договорились, и он ушел. Ну, ты же сам понимаешь, что нельзя из-за одного бойца переносить турнир на 10, 10 или на сколько бы то ни было дней, потому что там в Карде еще более 30 человек, которые готовятся под конкретную дату. Это уже не говоря об проблемах организации, оборудования и так далее, и арендах каких-то договоров. Ну, как я уже сказал, мы готовы были перенести этот бой на февраль, он выбрал для себя такое. Кроме этих трех бойцов, ну, как ты видишь, никто никуда не ушел, мы выращиваем все так же новых звезд, у нас полно новых профессиональных бойцов, которые показывают прекрасный уровень боев, и также медийно развиваются, взять того же Туинова или Кратоса. Женя Ганин сейчас прекрасно в тяжах у нас себя чувствует. Ну, в целом, я не считаю, что сейчас есть какая-то проблема или систематический отток бойцов из нашей организации. Вы уже анонсировали турнир на 5 февраля, ты сейчас объявил о нескольких боях, которые там состоятся, и вот есть ощущение, что это будет что-то большое, так как я, на самом деле, не припомню, чтобы в последнее время, ну, из последних турниров настолько заранее анонсировали поединки, как-то все это происходило, ну, буквально в последнюю неделю, а сейчас почти за месяц стало уже там известно обои Искандара и Анице. То есть ожидается ли такой большой карт? Ну, Ярослав, вот 21-й год, он был тяжелее других, он был где-то нефартовый, можно сказать так, и я говорил в конце года, что в следующем году мы будем стрелять из всех орудий, мы все будем вооружены и выполнять свою работу на 100%, и удивлять зрителя тем, что наш контент будет делаться качественно, что все будет анонсироваться заранее, что всего будет больше, что обвернутся старые звезды, и мы начинаем это делать уже сейчас, до турнира, и продолжим, 5 февраля будет турнир, турнир, пока не буду говорить где, потому что есть плачевный опыт, говоря о чем-то заранее, но надеюсь все утвердится, надеюсь он будет в том месте, за которым запланировано, надеюсь будет прод... Не надеюсь, а уверен во всем том, что говорю, будет продажа билетов, и я всегда так говорю и скажу снова, я никогда никого не обманывал, это будет в очередной раз самый страшный, самый звездный карт, который полон... Там будет 3 титульных поединка, это только титульные бои, их будет сразу 3, а помимо этого будут все новые и старые полюбившиеся 7 звезды, которые гарантированно показывают настоящее зрелище. И что нужно сказать также в тему просмотров и так далее, раньше мы транслировались просто на Винке, и я говорил о том, что наши показатели на прямых эфиров, они сопоставимы с UFC. UFC также раньше смотрели на Винк, теперь UFC TV, канал упразднен у нас в России, и вместо него создан телеканал «Удар», на котором мы будем являться главными поставщиками контента, и вот 5 февраля наш турнир пройдет именно на нем. Поэтому я призываю всех смотреть это в прямом эфире, чтобы не пропустить театр настоящее.